Снова здорово, что вы с нами! Мы наконец-то пришли, наверное, к самой волнительной части. Я смотрю, что зал уже настолько полон, что некуда присесть, хотя я вижу еще свободные места. Есть один такой классный прием, если рядом с вами есть свободное место, поднимите руку, а кто-нибудь к вам подсядет. Мы продолжаем, и вы, наверное, на себе замечали, бывает у человека сверхъестественно развито чувство важности момента. Когда вот ты чувствуешь, что сейчас, сегодня, здесь, сейчас, вот в эту минуту, вот эти слова, которые ты сейчас слышишь, могут кардинально поменять твое отношение к тому, чем ты занимаешься. Я с удовольствием приглашаю на сцену человека, который может стать источником таких слов. Игорь Манн. Мне повезло выступать последним. Получается, что у нас сейчас был последний антракт. И я знаю, что я не заеду быть театрал, но я это точно знаю, что обычно принято в последнем, после последнего антракта аплодировать дирижеру, оркестру. Я думаю, что сегодня мы знаем дирижеров, оркестра, мы знаем, что это команда Bitrix24. Давайте им все похлопаем. Не, 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 не так много. Я понимаю, что мне сложили долгие аплодисменты, но просто мне выступает только час. Уже 59 минут. Спасибо, ребят, за то, что вы делаете. Мне кажется, что очень крутое мероприятие, тем более я знаю, что оно уже второй раз проходит. И если вы хорошо похлопаете в конце моего выступления, они даже это сделают в третий раз. У меня сегодня выступление. Во-первых, я очень надеюсь, я ничего не вижу. Это такой зал, в котором ты видишь только первые ряды. Но я очень надеюсь, что многие из вас смотрели мое выступление на первой конференции, на первой Bitrix24 идея. Я говорил про инструменты привлечения, про инструменты удержания клиентов. Я поэтому немного повторюсь. Но в целом я хочу дать обзор. Я очень хочу, чтобы после того, когда закончилось мое выступление, вы четко понимали, что вы можете сделать из своей компании компанию номер один. Вы можете сделать команду номер один. И вы сами должны стать номером один. Все начинается с вас. Мы явно с вами не дорабатываем в этом направлении. Красиво. Просто это сюрприз. У меня забрали мои слайды и сказали, что сделают их красиво, очень красиво. Я потом отдельно похлопаю человека, который этим занимался. Нет, действительно хорошо. Хорошо получилось. Значит, смотрите, мы явно не дорабатываем. Я сейчас объясню, почему. Есть такая поговорка во многие знания, многие печали. Может быть, кто-то из вас знает, что начиная с 1 января прошлого года, я прочитал 553 бизнес-книги. Я понимаю, что вот здесь обычно... Давайте договоримся, хлопать не будем. Вообще, на самом деле, тут просто нужно сказать, траур, сочувствуем, как-то успевал все остальное. Но это был спор. Я поспорил с своим другом, что я прочитаю 365 книг. Мы поспорили на очень хороший приз. И я уже 23 августа прочитал 365 книг. Мы еще раз поспорили, что я не прочитаю 500. Я прочитал 553. По большому счету, если вам интересно посмотреть на то, как я это сделал, вы можете посмотреть пост в моем блоге. Но, конечно, меня часто спрашивают среди 553 книг, которые я прочитал, была ли книга, была ли какая-то идея, которая меня зацепила. Несомненно. Больше 600 классных идей я вынес из этих книг. Но одна книга стояла особняком. Это исследование, которое провели американцы, они написали книгу, как думают великие компании. Они вывели три правила. Я очень сильно надеюсь, что сейчас эти правила вас сколыхнут. Первое правило. Лучше важнее, чем дешевле. Мы же все делаем наоборот. Мы всегда стараемся сделать дешевле, чем лучше. Второе правило. Увеличение доходов важнее сокращение расходов. Мы опять делаем все не так. Мы опять пытаемся сократить расходы, вместо того, чтобы увеличить свои доходы. И третье правило. Меня оно поразило прямо в сердце. Они сказали, что все, больше никаких других правил нет. Достаточно вот этих двух правил, и третьего правила не существует. Я с ними явно не согласен. Есть еще правило номер три. Надо делать. То есть я, если прочитал эти книги, 553 книги, если я после прочтения этих книг ничего не сделал, я не молодец. Я реально не молодец. Меня, кстати, спрашивают, сделали ли я что-то после того, как я прочитал 553 книги. Конечно, сделал. Поэтому самое важное правило, я считаю, это правило надо делать. Я не знаю, как крупно я его должен набирать, но точно нужно делать. Вы можете это делать сами, вы можете это делегировать, вы можете отдавать это на аутсорс. Есть самые разные способы, но вы должны стать моим героем. Некоторое время назад я выступал в Тюмени. В прошлом году я выступал два раза в Тюмени, в марте и в команде Bitrix24. Дайте мне вот этого дизайнера. Мне очень понравилось, как он сделал слайды. Мои слайды, признаюсь, гораздо хуже были. Мила Пикок была на тренинге в марте, в Тюмени. Потом мне организаторы говорят, можно Мила выступить в течение 10 минут после обеда во время вашего тренинга осенью. Я говорю, ну я не очень это люблю, но пускай. Мила выходит на сцену и говорит, вы знаете, Игорь Ман рассказывал в марте, что нужно сделать, ну работа над точками контакта. И она показывает мой слайд. Вот мой слайд про точки контакта. И она показывает следующий слайд. Мы поработали с точками контакта, ожидаемый прирост доходов плюс 15%. Он сказал, что нужно сделать позиционирование. Мой слайд. Мы сделали позиционирование. Он сказал, что нужно вернуть клиентов. Мы вернули клиентов. На третьем слайде ей начали аплодировать. Она за 10, точнее 15 минут своего выступления получила аплодисментов больше, чем я за год. Людям нравится, когда кто-то что-то делает. Ну, конечно, мое самое выигрышное выступление было бы, если я сказал, смотрите, вот прочитал такую книжку, сделал вот это, и я заработал больше денег. Но я медийный персонаж, все будут думать, что я что-то обманул. А здесь просто человек так от сахи, директор магазина, женщина. Она реально была моим героем. И я теперь каждое свое выступление заканчиваю этим слайдом. Станьте моим героем. Кстати, мы тут с Светланой, директором по маркетингу, один из Bittrex24, поспорили, чья узнаваемость больше, у Bittrex24 или у меня. Поднимите руку, кто меня не знает. Вот я же знал, что мы сможем освободить несколько стульев. Вы видите их. А те, кто знает, сядь на эти места. Для тех, кто не знает меня, для тех, кто не знает меня, это мои контакты. Но у вас же будет презентация, поэтому я быстро этот слайд показываю. Это неполное собрание сочинений моих книг. И я в основном писал книжки про маркетинг, немножко про клиент-ориентированность. И немножко особняком стоит книга, которая называется «Номер один». Когда я написал книгу «Номер один», кто прочитал книжку «Номер один»? Ну, маловато будет. Я вот вижу, мало-мало. Я подарил 10 штук. Пересаживайтесь на первый ряд. Отлично. Когда я написал книжку «Номер один», мне очень просто объяснено, как стать человеком номером один. Человеком номер один, специалистом номер один. Но меня, конечно, начали сразу же все спрашивать, как стать компанией номер один. И я могу сказать, что это очень сложно. Я четко осознаю, что стать компанией номер один тяжело, потому что ты должен работать по очень многим направлениям. Если у тебя хотя бы малый бизнес из нескольких десятков человек или средний бизнес, предположим, больше ста человек, ты точно понимаешь, что тебе нужно заниматься и финансами, и HR, и безопасностью, и IT, и маркетингом, и продажами. Поэтому я не могу сказать, как стать компанией номер один с точки зрения всех этих направлений, но с точки зрения маркетинга я точно знаю, что нужно работать по четырем углам. Вот это очень важный слайд, он ключевой. Смотрите, первое, что вы должны сделать, вы должны работать над своей репутацией. Вы должны казаться компанией номер один. Вот это очень важно, казаться компанией номер один. Поэтому здесь засучивают рукава пиарщики, здесь работают рекламные службы, маркетинговые отделы. И, собственно, мы стараемся компанию свою заставить выглядеть онлайн и оффлайн очень хорошо. Ты должен быть компанией номер один. Тут уже все, казаться уходит в сторону, ты должен быть компанией номер один, потому что это очень прозрачно. Ты закончил год с прибылью или с убытками, но это очень прозрачно. Ты не можешь получить большой доход, вот вы должны следить за моими руками, доход. Ты не можешь получить хороший доход тогда, когда у тебя нет классных отношений с клиентами. Поэтому очень важно выстраивать правильные отношения с клиентами. И ты никогда не построишь классных отношений с клиентами, когда у тебя нет классной команды. Круг замкнулся. Легко сказать, очень тяжело сделать, потому что для того, чтобы стать компанией номер один и работать по этим четырем направлениям, вы должны предпринять очень много различных активностей. Давайте мы сейчас коротко про некоторые направления активности поговорим. Давайте опять начнем с дохода. Если вы... Что? Слайды у вас будут. Если вы уже клиент Bittrex24, вам слайды отдадут. А если вы еще не клиент Bittrex24, то вам нужно подключить Bittrex24, и слайды вам отдадут. Как компания может увеличить свои доходы, или свой оборот, или свою маржу, или долю рынка, или беду с помощью маркетинга? Это очень хороший вопрос. И если бы мы сейчас с вами, у меня была бы такая возможность поговорить с залом и спросить, как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы какая-нибудь компания, ну, предложим, ресторан, или какой-нибудь магазин, или какая-нибудь торговая компания могла бы увеличить свои продажи с помощью маркетинга? Если я провожу тренинг в небольших аудиториях, или провожу корпоративный тренинг, я обычно слышу одни и те же самые ответы, и они звучат вот так. Что я могу сказать? Во-первых, люди говорят несистемные вещи, ну, то есть тут нет системы. Во-вторых, конечно, люди никогда не называют важные вещи, не пропускают их, начинают мелочиться. А самое интересное еще посмотреть, что чаще всего предлагают. Вот если мы кинем взгляд на эту картинку, это неправильный слайд, его не надо фотографировать. Соответственно, что чаще всего люди предлагают, ну, как бы, что предлагается чаще всего? То есть я говорю, ну, вот, чаще всего, что звучит в ответах? Люди говорят, снизи цены, идиотизм. Честное слово, то есть когда вы думаете, что вы можете увеличить продажи через снижение цены, это подходит для 1-2% бизнесов. Для 98% бизнесов вы должны стараться держать цены или увеличить цены. Для этого есть прям технология, которая называется Zoom Price. Следующая история. Люди говорят, надо дать больше рекламы. Ну, для меня это такая история, которая не прокатит, потому что вы знаете, что я написал книгу «Маркетинг без бюджета», я большой сторонник того, что с деньгами может любой, вот ты без денег попробуй. И третья история. Люди говорят, надо работать больше. Надо признать, что это чаще всего звучит, когда присутствует в аудитории их начальник. Они говорят, надо работать больше. Кто хочет работать еще больше, чем она работает сейчас? Тут есть ненормальные люди. Конечно, есть такие трудоголики, их примерно 5-10%, но большинство русских людей не хотят работать больше. Да и Стив Джобс нам завещал, что не нужно работать больше, нужно работать просто головой. Я был в гостях у Филиппа Котлера. Это человек такой, ну вы знаете, это международный гуру маркетинга. И в 2012 году, когда я был у него в гостях в Штатах, я его спросил. У меня было несколько вопросов, к которым я к нему приехал. Я говорю, Филипп, как любая коммерческая компания может увеличить свои продажи? Филипп тут же ожил и говорит, о, я тут книжку пишу, 8 ways to grow your market share, 8 способов увеличить твою долю рынка. Он, кстати, с этим семинаром даже в Россию приезжал. И вот способы, с помощью которых Филипп, если кто-нибудь знает английский язык, вы уже все прочитали, способы, с помощью которых Филипп предлагает увеличить продажи компании. Но, если честно, это подходит для большой компании. Построить большую долю рынка, развивать лояльных тебе клиентов и других стейхолдеров, построить мощный бренд, инновировать новыми продуктами, сервисами и впечатлениями. Международная экспансия, если у вас такая маленькая лавочка, и он говорит, международная экспансия, ну, хороший совет. Слияние, поглощение и альянс. Вот, кстати, через это растет примерно 70% в корпоративной Америке. Построение выдающейся репутации в делах борьбы за социальную ответственность и партнерство с правительством и некоммерческими организациями. Это идея Филиппа. Но по факту, когда я уехал от Филиппа, я понял, что если я про это буду рассказывать своим клиентам из малого и среднего бизнеса, они меня не поймут. Поэтому мне пришлось сесть и подумать, что можно сделать, чтобы можно было увеличить доход. Я даже написал книгу, она называется «Прибавить оборотов». Я больше чем уверен, что в аудитории единиц людей ее прочитали. А я могу поднять руку, положить ее на сердце, поднял, положил на сердце и сказать, что я обещаю, что если вы эту книгу прочитаете, вы узнаете про пять направлений и 47 способов, с помощью которых вы можете увеличить свои продажи с помощью маркетинга. Все они уместились вот в этом слайде. Вот если бы вы были моим клиентом, и я бы пришел вас консультировать, первое, что бы я начал, я бы начал просто эту таблицу накладывать на ваш бизнес. И, соответственно, через пять минут работы с вами я бы сказал, вы знаете, из 40 вот этих семи действий вам подходит 18 или 28 или 41 способ. И, соответственно, этими способами мы и начали с вами заниматься. Я сразу же хочу сказать, что если бы у меня была возможность всем вам дать совет, у меня такая возможность есть, я бы сказал, что из этого списка вы как минимум должны сделать следующее. Первое. Вы должны создать позиционирование. Вот прямо сейчас, пока я ехал к вам, мне позвонил один потенциальный клиент, я его спросил, какое у вас позиционирование? Он спросил, а что это? То есть в 1982 году Джек Раут и Эл Райс придумали концепцию позиционирования, которую американская ассоциация маркетинга считает самой крутой концепцией в мире. Позиционирование. 1982 год. Мы до сих пор ее не знаем. А если даже знаем, у нас до сих пор нет ответа на вопрос, чем вы лучше, чем другие. Пример. Когда мы создавали издательство Манаманов и Фербер в 2005 году, я тогда отвечал за маркетинг. Я подумал, каким же может быть наше позиционирование против крупных грандов, которые тогда были на рынке. Я придумал очень хитрый ответ. Я придумал фразу «максимально полезные деловые книги». Вроде бы как ничего не сказал, а всех обидел на рынке. То есть у всех получилось теперь не максимально полезные деловые. И оно получилось настолько классным и емким, что до сих пор мы работаем под этим позиционированием. Мы просто убрали слово «деловые». Мы выпускаем детские книги, спортивные книги, поэтому просто максимально полезные книги. И люди к ним тянутся, потому что они хотят получить от книг максимальную пользу. Еще раз. У вас обязательно в бизнесе должен быть ответ на вопрос, чем вы лучше, чем другие. Вот так я бы объяснил, что такое позиционирование. И второе. Займитесь точками контакта. Точки контакта – те моменты, когда клиенты соприкасаются с вашей компанией или компания соприкасается с клиентами. Моменты, места, интерфейсы, ситуации соприкосновения клиентов с компанией и компанией с клиентами. Самое важное после позиционирования маркетинговая концепция. Я даже написал книжку. Я прошу прощения, что я прям вот так вот книжками разбрасываюсь, но я очень… У Бисмарка есть такая классификация офицеров – умные, глупые, ленивые и трудолюбивые. В классификации Бисмарка я умный и ленивый. Поэтому вместо того, чтобы что-то вам 50-й раз рассказывать, я говорю, книжку прочитайте. Вот удивительно, ты даешь людям книжку почитать, даже рассказываешь им про то, что нужно заняться точками контакта, но никто никогда не занимался своими точками, вернее, единицы людей занимаются точками контакта. Я хочу дать вам обещание. Вот если вы займете своими точками контакта, сделайте свой бизнес сразу же лучше. Клиенты вас начнут любить, они будут к вам приходить, они не будут от вас уходить. Грубо говоря, но я попытаюсь провести аналогию. Сейчас же модно тема пикапов, да? Приходит какой-нибудь парень к мастеру пикапа и говорит, там, мастер, со мной никто не знакомится. Там девочки со мной не знакомятся. Он говорит, слушай, ну давай мы тебе грудную клетку подкачаем, бицепс накачаем, оденем красиво, брекеты поставим, выпрямим твои зубы, перхотью твоей займемся, спинку распрямим, ну, чтобы живот уберем. И действительно, там, 30 дней работы или там 90 дней работы, и парня не узнать. Он увереннее говорит, увереннее выглядит, лучше одет, и девочки начинают с ним знакомиться, потому что он выглядит лучше. Сила первых впечатлений. В бизнесе тоже никто не отменял силу первых впечатлений. Если вы нравитесь, с вами работает. Если вы не нравитесь, с вами не работает. Поэтому через точки контакта нужно нравиться своим клиентам. Клиенты. Следующее направление нашей работы. Про доход поговорили с клиентами. Для того, чтобы вам легче работало с клиентами, потому что когда ты говоришь, работайте с клиентами правильно, люди это не понимают, Я придумал модель, которая называется Proof. Я много чего придумал в маркетинге, но вот этой модели я очень горжусь. Если вы сфотографируете вот этот слайд. Сейчас вы очень многие вещи, но особенно если вы не профессионал в маркетинге, поймете. А если даже вы профессионал в маркетинге, вы скажете, а неплохо придумал. Потому что это действительно очень удобная модель, которая позволяет вам систематизировать, классифицировать и сделать логичную работу с вашими клиентами. Модель Proof. P – привлечение, R – работа с клиентским потоком или с клиентской базой, U – удержание, V – возвращение. Давайте поговорим про первое, P – привлечение. Смотрите, я сразу же хочу, сейчас у вас мозг взорвется. Обычно, когда мы говорим про привлечение, люди думают про рекламу. На самом деле, когда я говорю про привлечение, мы должны, не важно клиентов или бизнес-партнеров, когда мы говорим про клиентов, мы должны понимать, что клиенты бывают трех типов. Они бывают ничьи, они не покупают ни у вас, ни у ваших конкурентов. Клиенты бывают ваши, вы их держите, никому не отдаете, и клиенты бывают клиенты конкурентов. То есть они покупают все или частично что-то покупают, скажем, 50 на 50 у вас и у ваших конкурентов. Так вот, смотрите, на самом деле, привлечение клиентов ведется по этим трем группам клиентов с помощью четырех технологий. Взращивание, привлечение, на вырост и перехват. Ничьи, взращивание, привлечение, ваше, на вырост. Я объясню сейчас, почему А и Б, там еще буква С должна быть. Тут дизайнер немножко не написал, ну, неправильно написал, но должно быть, на вырост выглядеть вот так. Ну и, соответственно, когда у тебя есть клиенты, которые работают с конкурентами, с конкурентами, ты должен заключить операцию перехвата. Давайте про это поговорим. На вырост. Это очень любят делать азиаты. Они терпеливые, мы русские нетерпеливые, поэтому мы не готовы этим заниматься. Что такое на вырост? Неважно, у тебя клиенты категории ритейл или, скажем, корпоративные, ты всех своих клиентов обычно делишь на три группы. Они у тебя могут быть, фоню, они у тебя могут быть мелкие, С, средние, средние и крупные, А. И, соответственно, для того, чтобы вырастить клиентов из С в В в В, а из В в А, я придумал технологию, которая называется ВОУ. Не только ее придумал, я для некоторых клиентов ее применил. Банк, телекоммуникационная компания, торговая компания, то есть она работает для очень многих бизнесов. Что ты делаешь для того, чтобы клиентов внутри своего бизнеса взрастить? То есть мелких сделать средними, а средних сделать крупными. Ты создаешь особые условия, ты чуть больше обращаешь на них внимание, и ты даешь им больше обучения. Все, точка. В этом случае ты реально можешь взращивать клиентов от мелких до средних, от средних до крупных. Но, опять же, это требует определенного времени, минимум квартал. Следующая технология – технология перехвата. Технология перехвата обычно воспринимается людьми достаточно примитивно. Вот Макдональдс, вешаешь, я там, плакат, на котором написано «Почувствуй вкус и непривкус», и люди идут в Бургер Кинг. Что ты можешь еще сделать? Ты можешь поставить промоутер около магазина своего клиента, который будет раздавать листовки тем людям, которые к тебе зашли. Ты можешь припарковать фирменную машину со своим логотипом прямо у входа в ресторан своего конкурента. Вот если ты можешь сделать разные способы, они, как правило, воспринимаются очень примитивными инструментами. То есть ты думаешь, что это достаточно примитивно. На самом деле, на мой взгляд, технология перехвата – это высший пилотаж маркетинга. Вот я могу сказать, что когда у вас компания работает на рынке B2B, большинство клиентов B2B – это компании, которые работают на рынке B2B, вот на рынке B2B перехват – это сугубо интеллектуальная работа, причем она комплексная. Здесь одним маркетингом не обойдешься. Здесь работает маркетинг, здесь работают продажи, здесь работают топ-менеджеры, они на верхнем уровне дожимают крутых клиентов. Здесь работает HR, здесь работают другие службы. То есть здесь, как в песне, танцуют все. Ну, кстати, вот видите, KFC, им не нравится, что перехват. Они наносят ответный удар. Макдональдсу не понравилось, что так вот издеваются над ним, и они наносят ответный удар. Вот теперь перехват со стороны Макдональдса у ресторана KFC. Видите, как я вам рассказывал, сотрудники, можно сказать, листовки раздают. Взращивание. Это игра в долгую. Взращивание – это тогда, когда ты, предположим, производишь детскую зубную пасту, или просто зубную пасту. Ты приходишь в детский сад или в ясли, и говоришь, давайте я вас научу, детишка, через воспитателей, через родителей, давайте я научу вас правильно чистить зубы, правильно зубной пастой. Если у вас рынок B2B, и вы, предположим, поставляете нефтеоборудование, понятно, что взращивание в вашем случае – это работа со студентами в специализированных вузах. Вы идете в эти вузы, вы дружите с преподавателями, вы выступаете перед студентами, вы делаете какую-нибудь именную стипендию. Ну, в общем, мне вам это не надо рассказывать, потому что если вы про это думали, вы уже это сделали. А если вы это еще не делали, про это начинать нужно думать. Ну и привлечение – классика жанра. Собственно, все занимаются привлечением, когда мы пытаемся с помощью онлайновых и офлайновых инструментов привлечь клиентов. Что я могу сказать? Здесь нужно задать себе три вопроса. Первый вопрос – какие инструменты привлечения мы сейчас используем? Второй вопрос – насколько хорошо мы используем каждый инструмент? И третий вопрос, которым каждый из нас должен озадачиться – какие еще инструменты мы можем начать использовать? Ну, я здесь особо рекламировать не буду, ни себя, ни книги. Но, опять же, для того, чтобы заставить людей делать что-то новое, я написал со своими партнерами книжку, которая называется «Делай новое». Мы начинаем эту книжку с того, что называем «16 причин, почему люди в бизнесе ничего нового не делают». Лень, нет времени, не хватает полномочий, не хватает ресурсов, не хватает денег и так далее, и все эти 16 причин разбиваем. Новый инструмент в любом бизнесе можно найти, украсть и придумать. Вот что вы должны делать в первую очередь? Вы должны занырнуть в интернет. И просто, предположим, если у вас, предположим, торговля, вы пишете «Новый инструмент привлечения клиентов в торговле». Яндекс или Гугл вам в помощь. Дальше вы должны включить то, что называется бенчмаркинг. То есть вы должны смотреть на лучшие практики в своей отрасли, в смежных отраслях. Я помню, в свое время меня взяли в одну компанию директором по маркетингу. Это было агентство недвижимости. И очень волновалась директора компании, что у меня нет опыта работы в недвижимости. Но зато был у меня опыт работы в телекоме. И когда я опыт работы в телекоме принес в недвижимость, это было очень интересно. Потому что то, что мы делали тогда с агентством недвижимости, так не делал никто. Это был как раз прекрасный бенчмаркинг. Поэтому мы смотрим не только в свою отрасль, мы смотрим в другие отрасли, которые достойны копирования. Кстати, наверное, не все знают слово бенчмаркинг. Бенчмаркинг я обычно перевожу как зыринг и тыринг. Ты смотришь, что делают другие, и если тебе это нравится, ты это воруешь. Ну и, соответственно, ты можешь придумать. Я почему держу этот слайд, извините, почему эту картинку держу? Просто я подумал, что, наверное, в России многие люди хотели бы все новые инструменты получить в одном месте. И я с партнерами сделал сервис Кросту, в котором мы собираем все новые маркетинговые инструменты и в очень такой понятной и простой форме объясняем клиентам, что им нужно сделать, чтобы от знаний перейти к действию. Но новый инструмент можно и придумать. Предположим, за 30 лет, что я занимаюсь маркетингом, я придумал 5 маркетинговых инструментов, и реально они работают. Поэтому, даже если вы руководитель или вы маркетер, вы всегда должны думать про то, что не все еще изобретено, и вы можете какой-нибудь новый инструмент найти. Работа с клиентами и клиентским потоком. Буква R. P. Привлечение. R. Работа с клиентами и клиентским потоком. Здесь мы должны себе задать следующий вопрос. Чем отличается поток от базы? Вот здесь, наверное, появляется необходимость в BITREX 24, потому что поток – это не оцифрованные посетители или клиенты, а база – это оцифрованные. У меня есть контакты, у меня есть информация про этих клиентов, и, соответственно, я, знаете, способы контакта, могу с ними контактировать. Но, собственно, мне про это вам рассказывать не надо. Ну, я просто хочу на уровне тезиса сказать, что с базой можно всегда заработать больше, чем с потоком. Соответственно, если у вас есть либо поток, либо база, вы должны с потоком или с базой работать по очень простому принципу. Я придумал его в 2012 году. Он звучит в BPDC. Каждому клиенту или каждому посетителю, который у вас есть, вы должны продавать больше, быстрее, дороже и чаще. Вот вы должны… Сфотографируйте, пожалуйста, этот слайд. Задуматься вот над чем. Как каждому клиенту я могу продавать больше, быстрее, дороже, чаще? Я вас уверяю, что если бы я пришел в вашу команду и провел такой мозговой штурм, мы тут же нашли бы способы зарабатывать больше, быстрее, дороже, чаще. И я могу рассказывать массу историй, но просто, наверное, у меня нет на это времени, когда можно было увеличить продажи через то, что ты продаешь клиентам больше, через то, что ты начинаешь обслуживать клиентов быстрее, через то, что для тех, кто знает язык жестов, это я сейчас вас не обманываю. Просто я знаю, что многие из вас, наверное, учились языку жестов, когда человек дотрагивается до своего лица, он врет. Но вот мне здесь нет резона врать, просто мне безумно чешется нос, поэтому можно я его потешу, и вы расслабитесь. Соответственно, дороже и чаще. Ну, давайте все-таки приведу пример. Вот тут стоит минеральная вода. Я люблю эту историю, потому что я ее сделал для нескольких… Я на каждом семинаре ее рассказываю. Ну вот, Калинов родник, вода. Ну, так себе упаковка, конечно, хотя ребята постарались. Вот тут есть кто-нибудь, кто производит эту воду? Я могу поднять продажи этой воды в течение квартала минимум на 10%. Как? Сколько человек должен выпивать воды в день? Два литра. Ну, почему бы вам здесь на этикетке не написать «Спасибо, что купили и выпили нашу замечательную Калинов родник воду?» Чтобы быть красивым, умным, здоровым и богатым, ссылка на различные исследования, пожалуйста, купите и выпейте еще три нашей бутылки воды. Я однажды эту историю рассказал в Ташкенте. У ребят за месяц продажи, они когда это сделали, спасибо, за месяц у них продажи увеличились на процентов 7. Рассказал эту историю в Омске. Ребята это сделали, у них в опте продажи увеличились за квартал на 5%. В опте на 5%, только за счет изменения упаковки. Ребята из Ташкента прислали мне огромную коробку сухофруктов. Спасибо им большое. Ребята из Омска тоже были благодарны, но своеобразно. Они написали, спасибо большое вам за эту идею, плюс 5% к опту в продажах. Тонна воды самовывозом ждет вас в Омске. Вот и помогаю после этого людям. Еще раз. Смотрите, я, может быть, сейчас акцентирую. Первое, у вас должно быть позиционирование. Второе, у вас должна быть закончена работа с точками контакта. Третье, обещайте мне, что вы сядете со своими сотрудниками и подумаете про то, как продавать больше, быстрее, дороже, чаще. Кстати, можно чистым мозгом наброситься, а можно использовать различные технологии. У меня есть семинар, который называется ББДЧ. Я на нем рассказываю про 70 технологий, с помощью которых можно продавать больше, быстрее, дороже и чаще. Но можно и без технологий. Просто голову поломать. Удержание. Удержание и возвращение. Мы, если не удержали клиентов, мы их вернем. Как это делать? Смотрите, есть 5 способов удержать клиентов. Один из них, это тогда, когда ты влюбляешь сотрудников в клиентов. Это расчет стоимости клиента на всю жизнь. Есть 4 способа, с помощью которых ты можешь заставить клиентов любить свою компанию. Вот давайте мы сейчас с вами через эти способы от одного к простому и пойдем к сложному. Давайте начнем с расчета стоимости клиента на всю жизнь. Есть очень классная книжка. Я очень надеюсь, что вы ее читали. Кстати, среди 2,5 тысяч прочитанных мною книг на первом месте, вот среди всех книг, которые я прочитал, стоит книжка «Клиенты на всю жизнь». Если вы ее не читали, мне вас жалко. Так вот, автор этой книги сказал, что любить клиента нужно с выгодой для себя. Хорошая фраза, но только не все бизнесы осознают, насколько важна выгода клиента для себя. Смотрите, как это делается. Ты задаешь себе вопрос, к тебе приходит новый клиент. Ты на него смотришь и говоришь, сколько он будет у меня покупать лет? Сколько за год он сделает покупок? Сколько средняя стоимость покупки? Передножение трех этих показателей дает нам стоимость клиента на всю жизнь. В одном автосалоне я посчитал стоимость клиента на всю жизнь. Я проводил для них корпоративный тренинг. У нас получилось 312 тысяч долларов. Собственник посмотрел на эту пачку денег, 312 тысяч долларов, и он тут же принял решение, что его компания будет самой клиент-ориентированной в России. Через полтора года они стали самым клиент-ориентированным автомобильным холдингом. Это компания «Атлантем». Почитал тренинг в Воронеже. На первом ряду сидел ВИП-клиент. Когда мы добрались до задания рассчитать стоимость клиента на всю жизнь, еще раз напоминаю, это делается так, неожиданно для всех человек встал, ВИП-клиент, и пошел на выход. Собрал вещи и пошел на выход. Организаторы, поскольку он был ВИП-ВИП, они очень заволновались, они сказали, Николай Петрович, Николай Петрович, что-то случилось, вы куда уходите? Он говорит, да, вам что-то не понравилось, вас Игорь Ман расстроил, обидел. Он говорит, не, не, нормально все. Я тут посчитал стоимость клиента на всю жизнь, у меня получилось 4,3 миллиона долларов. Я пошел любить клиента, а вы сидите дальше, лузеры. Я реально безумно завидую бизнесам, в которых стоимость клиента на всю жизнь очень высокая. У нас в издательстве это 200 евро. На самом деле это не очень высокая величина. Извините, не 200, тысяча евро у нас ошибся. У нас тысяча евро стоимость клиента на всю жизнь, а у него 4,3 миллиона долларов. Кстати, совет для Bittrex24. Если, предположим, человек в бизнесе просто берет и карточку открывает по клиенту, перед тем, как загрузиться, лучше, если всплывет сначала стоимость клиента на всю жизнь. Ты когда видишь 4,3 миллиона, ты по-другому работаешь с выставлением счетов, с рекламациями, с какими-то другими, не знаю, итерациями, связанными с клиентом. Борьба с оттоком. Мое самое любимое упражнение тогда, когда ты просто берешь и делаешь следующее. Ты выясняешь причины, почему клиенты уходят от тебя. Ты ищешь затычки, почему клиент уходит от тебя. Ну, то есть ты их затыкаешь. Ты делаешь план реализации всех этих идей, и все, ты начинаешь действовать. Еще раз, представьте себе, что вы одна компания. Вот вы все одна компания, я задаю вам вопрос, почему клиент уходит от вас в ведро. И вы мне начинаете говорить, низкие цены, высокие цены, у конкурентов ниже, плохой сервис, мне работают 24 часа в сутки. Я помню, я однажды работал с компанией Думру. Вот это прям очень хорошо ребята отдизайнерили. Я работал с компанией Думру, и у них в одном из городов был отток сумасшедший. 40% за квартал. То есть они делают тысячи подключений, предположим, 400 клиентов ходят за квартал. 40% отток. Они говорят, помогайте. Ну, я собрал все причины, почему от них уходят абоненты. Вы их здесь видите. И потом я подумал над тем, хорошо, что здесь не видно, вам тоже придется подумать, что нужно сделать. Камон. И потом я подобрал всякие вот способы, с помощью которых эти дырки можно замкнуть. Реально сработало здорово. Мы очень хороший результат получили. Я помню, что за месяц работы мы сократили отток на треть, и в компании даже появился отток менеджер. Она ездила по различным филиалам и пыталась решить эту проблему в других городах тоже. Это реально работает. Программа замыкания. Следующая история. Это очень клевая история, но у меня сейчас нет времени про нее рассказывать. Тем более есть книжка, к счастью, наконец-то написал ее не я. Возьми клиента в заложники. Когда вы прочитаете эту книгу, вы поймете, что есть много способов, с помощью которых вы можете замкнуть клиента на себя. Вот эти способы перед вами. Финанс, юридические условия, человеческий фактор, маркетинг, продукт и производство. И все, что вам нужно сделать, это выбирать а-ля карты. То есть вы просто берете, смотрите тот или иной момент и, соответственно, те или иные возможности. Ребята, а куда кликать, чтобы он работал? В экран? И, соответственно, тогда вы смогли бы тоже привязать клиентов к своей компании. Это все очень просто. Вы, грубо говоря, возводите некие заборы между вами и конкурентами, и клиенты в этом заборчике не могут прибежать к вашим конкурентам. Ну и программа лояльности. Мы много говорим про программы лояльности. Я вижу, конференции целые проводятся. Но на самом деле вся программа лояльности укладывается легко вот в этот слайд. То есть попробуйте меня убедить в чем-то, но в обратном. То есть если я что-то забыл, то наверняка это просто зашито внутрь. Все, что вам нужно сделать, чтобы клиенты были лояльны по отношению к вам, это работа в последующем направлении. Учить, опрашивать, все эти классные сервисы, проводить различные акции. Потому что любовь можно купить и лояльность можно купить. Выпускать карты, делать сообщества и клубы с клиентами. Самое главное с ними общаться. Я помню, я работал директором по маркетингу в одной из компаний. И я тогда подчинялся Германии. У меня был очень такой педотичный немецкий босс, который требовал от нас одного уникального контакта с клиентами. Он сказал, что у нас маркетинг это один уникальный контакт с ключевым клиентом ежемесячно. Все, и вот маркетинг должен был в лепешку расшибиться, но что-то придумать для этого. Вот общение личное, общение не личное. Ну и клиент-ориентированность. Очень многие компании хотят стать клиент-ориентированными, но очень многие компании не понимают, как это делать. Соответственно, я сразу же вам даю подсказку, чтобы стать клиент-ориентированными, нужно работать в четырех направлениях. Идеология, бизнес-процессы, сотрудники и клиент-ориентированный продукт. Вот чего-то нет, пазл не складывается. Ну, соответственно, я написал книгу тоже про то, как стать клиент-ориентированными. Я сразу же хочу сказать, это самая дорогая книга по маркетингу в России. Она стоит 49 тысяч рублей. Вот вы должны серьезно подумать про то, чтобы решиться на то, чтобы стать клиент-ориентированными. Я сразу же хочу сказать, что я точно знаю, в этой книге три года, и за три года ее купило 32 компании. Ну, чтобы вы понимали интерес клиент-ориентированности в наших странах, в России, в Украине, в Казахстане и других русскоязычных странах. Соответственно, если вдруг вы пытались удержать клиентов, и вдруг не удержали. Ну, вот здесь у меня есть обещание. Вы видите, как в тюрьме перечеркнутые сроки. Три недели работы. То есть за три недели можно сделать компанию клиент-ориентированной. Ну, прям вот книга так и называется, как сделать компанию клиент-ориентированной за 15 дней. Вы просто с нуля разворачиваете компанию или с минус разворачиваете компанию в плюс, с неклиент-ориентированности в клиент-ориентированность, и потом этим занимаетесь несколько лет. То есть вы на рельсы поставили свой пароход или паровоз, и дальше вы просто работаете, работаете, работаете по этим направлениям. Соответственно, если вдруг вы не удержали клиентов, то всегда клиента можно вернуть. Для этого я тоже написал книгу, называется «Возвращенцы». Я понимаю, что для очень многих звучит как «извращенцы», но по факту действительно, наверное, неправильно поступают те, кто теряет клиентов. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому если вы хотите вернуть клиента, вы должны его взять и вернуть. То есть на прошлой конференции я рассказывал про то, как я это делаю сам. У меня, кстати, есть правило делать то, что проповедуешь, проповедуй то, что делаешь. Если я что-то рассказываю со сцены, то я, соответственно, это делал. Ну и, соответственно, сотрудники. Я сразу же хочу сказать, что это тоже огромная тема для разговора. Здесь появляется тема внутреннего маркетинга. Я помню, когда я был в гостях у Филиппа Котлера, он меня спросил, «Игорь, у вас, если я назову три аудитории, клиенты, сотрудники, акционеры, кто на первом месте?» Я говорю, «Ну, если честно, у нас акционеры». Он говорит, «На втором – клиенты, на третьем – сотрудники». Он говорит, «У нас в Америке все наоборот», говорит Филипп. «У нас на первом месте сотрудники, на втором – клиенты и на последнем – акционеры». Я тогда ему не поверил. Он мне посоветовал пару книг почитать, и реально я проникся этой темой. Внутренний маркетинг. Вот что такое внутренний маркетинг? Здесь маркетинг должен работать с HR, ну и с руководством компании. И, соответственно, я сразу же хочу вам показать модель, которую я обычно показываю своим клиентам, как я обычно объясняю внутренний маркетинг. Вот это жизненный цикл, но не клиента, а сотрудника. Мы ищем сотрудника, он выходит, работает первый день. Иногда после первого дня он говорит, «Чур, меняю, уходит». Но если вдруг все обошлось, он работает, 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 и потом есть всегда последний день. Так вот, весь наш маркетинг заключается в том, что мы определенные вещи делаем на каждом этапе. Я очень надеюсь, что чисто интуитивно или очень методично и технологично вы работаете по каждому из этих направлений. И когда вы меня спросите, а где вот здесь маркетинг, я имею в виду в этой картинке, то я точно могу сказать, что вот вам маркетинг, он везде. Ну, и, соответственно, репутация. Мы сейчас с вами к вам подходим к последнему углу. Что такое репутация? Заглянем в словарик, закроем словарик, потому что нам это не нравится, посмотрим на определение попроще. Бренд – это обещание. Сильный бренд – это обещание, когда выполняют. Соответственно, если вы откроете свой буклет, откроете свой сайт, откроете свое коммерческое предложение и прочитаете то, что вы обещаете своим клиенту, и после этого вы это делаете по факту, значит, вы сильный брат. Я просто однажды читал, где два года назад была история про то, что Роллс-Ройс первый раз за свою историю отозвал машину. Вот это репутация. Первый раз за все свое время Роллс-Ройс отозвал машину. И знаете, что было поводом для отзыва машины? Техник, который проводил обследование машины, увидел, что на подушке безопасности, на задней, была нанесена неправильная маркировка. И машина была отозвана. Ну, я думаю, что Волжский автомобильный завод вообще не понимает, из-за чего это все произошло. Но такая технология, как отзыв машин, по-моему, у нас неприемлем. Но вот это меня очень сильно впечатлило. Я понимаю, что Роллс-Ройс однозначно бренд. И я сразу же хочу для тех людей, которые еще не стали брендом или не думают про то, чтобы стать брендом, показать слайд, который должен вас убедить в том, что брендом нужно стать. Я сразу же хочу ответить, ну, как бы снимаете сейчас, наверное, с моего языка ответ на вопрос, как стать брендом, об этом чуть позже. Но зачем сначала бренд? Вы топ-офф-майнд. То есть вы первое, что приходит в голову человеку. Уж продолжая тему машин, если какая-то какой-нибудь мужчина или женщина сидящего в аудитории вдруг захотела купить себе премиальную машину, что у нас всплывает в голове? Пять-семь брендов. Ну, это вот так просто человек устроен, он помнит максимум семь брендов. Поэтому, не знаю, Ауди, БМВ, Лексус, Феррари, Бугатти, не знаю, там, что у вас еще в голове, там, Порш возник в голове, или Роллс-Ройс тот же самый, или Бентли, но, собственно, вот я здесь, наверное, семь брендов и назвал. Второе, премиальная стоимость. Обратите внимание, все эти машины продаются очень дорого. Кто из вас пользуется айфоном, я предложил пользоваться айфоном, мы прекрасно понимаем, сколько мы переплачиваем. Третье, когда вы бренд, компания с вами, ну, клиент с вами надолго или навсегда, даже если вы накосячите, вам это простят. Давайте быстрый эксперимент. Поднимите руку, у кого в аудитории сейчас айфон. Это не стыдно. Поднимайте. Хорошо. Кого из вас сейчас я быстро уговорю перейти на Самсунг за 30 секунд, за минуту? Предатели. Вы видите этих трех людей. Статистику только нам портят. У кого Самсунг? У кого Самсунг? Кого я сейчас уговорю перейти на Apple? Ну, это уже просто вне выборки нашей. Вы оригинал большой, как и я. Но у меня тоже. Я однажды летел, маленькая история, сейчас просто такой лайфхак. Вы знаете, я написал книжку, лайфхак, бизнес-хак. Я летел в самолете, и рядом со мной сидел пассажир. Ну, я вот так одел, а он был одет в костюм, явно пошли на заказ. И в какой-то момент мы уже садились, и он достал два телефона. Это был Nokia, ой, извините, это был Samsung, и это был iPhone. Я ему говорю, слушайте, извините, пожалуйста, самое любопытство, почему у вас два телефона? Он говорит, вы знаете, я доктор каких-то химических наук, он говорит, и для того, чтобы просто, он так постарше, чем я, он говорит, чтобы мой мозг не ржавел, я постоянно пользуюсь двумя телефонами с разными операционными системами. И реально просто мозг постоянно в тонусе. Я думаю, какая классная история. Пошел, купил йоту. Через три дня я отдал его своему партнеру и сказал, не могу. То есть я просто кандидат экономических наук, я не доктор технических наук, я не могу с двумя разными операционными системами. Поэтому BlackBerry у меня есть, но я им не пользуюсь. Индульгенция. Как я уже говорил, если вы накосячите, бренду ошибку простят, а не бренду ошибку не простят. Поэтому еще раз, вот зачем вам нужен бренд и как стать брендом. Я просто хочу вам показать практически все инструменты построения бренда онлайн и оффлайн. Я думаю, что есть кто-нибудь тут чего-нибудь вспомнит. Буду благодарен, но мне кажется, я не забыл ничего. Я понимаю, что под словом PR скрывается огромная куча работы, текста, ивенты. Но по факту, если вдруг вы захотите построить себе бренд, я просто недавно консультировал одну компанию, и мне эта табличка очень пригодилась. Нужно просто вот этими вещами заниматься. То есть предположим, я не могу представить компанию бренд с каким-нибудь там сайтом, который был сделан несколько десятилетий назад. Но самое главное, самое главное, это вы, ваша работа, ваша команда, ваши сотрудники, ваши продукты, ваши услуги. Это все составляющие бренда. И здесь мы с вами плавно подходим к теме команды номер один. Несколько лет назад мы с Максимом Батриевым сделали семинар совместный, который назывался «Команда номер один». Я тогда объяснил, что такое команда номер один с моей точки зрения. Это команда, у которой есть бихак. Я думаю, что вы слышали эту фразу, это big hair, ну, то есть большая, амбициозная, волосатая цель, то есть мега цель. Кто-нибудь раньше меня видел пару лет назад? Чем я отличаюсь от человека пару лет назад? Усов нет. Ну, одна из историй, которую я могу вам рассказать. Позапрошлом году издательство наше поставило цель сделать оборот 750 миллионов рублей. И первый квартал закончился очень хорошо, но неожиданно хорошо. Но сели акционеры, поговорили и говорим, слушай, а может быть, попробуем перецелиться на миллиард, и тогда даже миллиард как-то на нападающем рынке, миллиард при цели 750 миллионов, как-то немножко пугало. Но мы решили, а что нам мешает? И мы поставили такой бихак сделать миллиард. И чтобы замотивировать свою команду, я им сказал, да, сделайте миллиард, я усы сбрею. 23 декабря, или 26 декабря, уже точно не помню, мне звонит наш коммерческий директор, Дима, и говорит, Игорь, брей усы. В общем, на корпоративе я уже был без усов. Я вдохновлен этим бихагом, я им сказал, что я на лысо подстригусь, если они сделают два. Так что пара лет, я думаю, вы меня увидите уже и лысым. Я не знаю, что это быстрее произойдет, естественным путем, или я все-таки подстригусь. Запомните меня таким. Второе. Шеф номер один. Я не могу представить компанию номер один, команду номер один без шефа номер один. Шеф, человек, и с этого все начинается. Шеф номер один, ну, руководитель номер один, села номер один. Команда номер один, и в каждой команде каждый сотрудник номер один. Но чтобы это произошло, мы должны заниматься кучей разных вещей. То есть, опять же, легко сказать и очень тяжело сделать. Но мы должны начинать с себя. Не важно, вы сотрудник, вы руководитель, вы акционер, вы должны начинать с себя. Поэтому я еще раз возвращаюсь к книжке номер один. В этой книге я показал очень простую модель. Если вы эту книгу не читали, я думаю, что сейчас вы все поймете. Вы должны поставить перед собой цель. То есть, человек обязательно должен поставить перед собой цель. сказал один из известных людей, это не моя фраза, цель жизни это жить с целью. Второе. Вы должны сделать аудит того, что помогает вам двигаться вперед и мешает вам двигаться вперед. Это нужно сделать обязательно. Есть люди и вещи, которые мешают вам двигаться вперед. Есть люди и вещи, которые помогают вам двигаться вперед. Это нужно четко осознавать. Третье. Вы должны заниматься профессиональным и личным развитием. В моей картине мира это очень важная история. Примерно 60% текста в моей книжке занимает именно история про профессиональное или про личное развитие. Потом Россия очень циничная сторона. Ты в этой стране, как и в Америке, должен показать результаты. Я помню, когда я написал книжку номера «Маркетинг на 100%», это была моя первая книга, журнал «Секрет фирмы» ее похвалило, но журналист сказал, реально мы зауважаемый Гаримана, тогда, когда этот человек заработает миллион долларов. А так он просто директором по маркетингу работает в какой-то компании, на секундочку работал директором по маркетингу в очень немаленькой компании, это был Alcatel, но он работает директором по маркетингу просто как бы двигает бюджет и полностью прикрыт. Вот когда он сделает свой бизнес и работает миллион долларов, вот тогда мы в него поверим. И реально после этого ко мне приходит Миша Иванов с Мишей Фербером, трясут этим журналом, говорят, ну что, будем зарабатывать миллион, будем показывать класс. Тогда они меня уболтали сделать издательство. Мы должны с журналом «Секрет фирмы» быть благодарны за то, что они меня так ловко поддели. Я работал до миллиона долларов в издательстве. Вот сейчас я не работаю в издательстве, но просто я, если меня будут упрекать в том, что я бедный, я смогу показать свою декларацию о доходах. И последнее. Немножко спорный момент, потому что очень многие люди, которые прочитали мою книгу, они говорили, почему-то так мало написал про маркетинг. Но мне кажется, что если человек работает классно, он может не заниматься маркетингом самого себя, просто его результаты будут лучшей рекламой для этого человека. То, что он сделал, то, чего он достиг. Поэтому самомаркетинг или маркетинг самого себя, такая, я бы сказал, факультативная вещь. Еще раз, просто пять шагов. Цель, аудит, план развития, результаты и продвижение. И дайте мне дать вам несколько таких полезных советов, с помощью которых вы могли бы, ну, не знаю, там, вдохновиться или озадачиться, или они помогут вам в работе над собой. Первая цель. Еще раз, не верьте книгам, в которых написано, что можно жить без цели. Автор этой книги говорит, что если кинуться в реку жизни и начать делать аффирмации, позитивные установки, фокусировки, как еще называют их психологи, то тебя жизнь вынесет туда, куда тебе нужно. Я бы вот на это не надеялся. На реку надейся жизни, но сам не плашай. Поэтому я свято верю, что любой человек должен постоянно держать цель перед глазами. Вот посмотрите на свою заставку смартфона. Что там у вас? Если я сейчас, ну, не знаю, я покажу первому ряду, положу заставку своего смартфона, и все увидят, что здесь моя цель. Я не знаю, видно вам или нет, но здесь книга Филиппа Котлера «Основы маркинга». Почему здесь эта книжка изображена? Потому что я сейчас стараюсь написать книжку «Основы практического маркинга». Такой наш ответ Филиппу Котлеру. Но каждый раз, когда я открываю свой смартфон, я вижу эту цель. Поэтому цель должна быть заставкой вашего смартфона. У меня такая заставка была некоторое время назад. Для тех, кто не знает английский, тут написано хорошие вещи, приходят к тому, кто ждет, ждет зачеркнутое, вниз написано «идет» тому, кто идет и слишком много работает. Ну, там, конечно, по-другому написано, но такой литературный перевод. Аудит. Как я уже сказал, вам нужно посмотреть на то, что вам помогает двигаться вперед. Смотрите, сколько можно здесь сделать или сколько нужно здесь сделать. Но самое главное, каждый из нас должен задаться вопросом, где он сейчас. Потому что у каждого из нас, ну, я думаю, что любой бизнесмен, предприниматель прекрасно понимает, что у него есть сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Но по факту, мы, когда говорим про бизнес или про бизнес-проект, или, предположим, про стартап, мы всегда делаем свод-анализ. Но если мы запускаем себя, к цели номер один стать, мы должны то же самое сделать в отношении самого себя. Поэтому я рекомендую вам вот этот слайд сфотографировать, чтобы он у вас остался в фото-ленте, перерисовать его в блокнот и попытаться поработать с этим свод-анализом, предположим, завтра. Потому что завтра у нас пятница. Вы можете сесть, достать вот этот листок, разделить его на четыре части и записать мои сильные стороны, мои слабые стороны, мои возможности, мои угрозы. Кстати, я от всего сердца рекомендую вам, перед тем, как делать это упражнение, накатить. Есть такая поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Соответственно, когда вы будете в состоянии легкого алкогольного опьянения, вам будет гораздо проще признаться себе в своих недостатках. Я, кстати, хочу сказать, что очень многие люди думают, что Игорь Манн, когда родился, к нему боженько дотронулся и сказал, ты будешь умным и так далее, талантливым. У меня куча недостатков. Откройте 29-ю страницу книги, вы увидите, книга практически с этого начинается, я показываю, сколько у меня недостатков. Я, предположим, не знал английский язык, я его вымучил. Я могу сказать, признаться, что я интроверт, мне очень тяжело общаться с другими людьми, я не очень это люблю, и при этом я такой достаточно востребованный спикер, я должен общаться, разговаривать с вами и должен быть консультантом. Как можно быть консультантом и интровертом? Я был страшно непунктуальным, я научился этому. Я очень слабый аналитик, поэтому я окружал себя всегда хорошей командой аналитиков. Но еще раз, когда я понимаю свои слабые стороны, я с ними борюсь. Когда я вижу свои сильные стороны, я их использую. Когда я вижу угрозы, я от них ухожу. Когда я вижу возможности, я ими пользуюсь. Развитие. Как я уже говорил, это ключевая история в книжке. Развитие должно быть личным и профессиональным. Если вы будете суперпрофессионалом и при этом будете плохой личностью, ругаться матом, приходить класть ноги на стол, сморкаться, вытирать все о собеседниках, кто с вами захочет общаться? Никто. Поэтому я рекомендую вам прокачивать параллельно и себя, профессиональные навыки, и себя как личность. Смотрите, здесь 30 навыков, которые нужно прокачать. Вот хорошая новость заключается в том, что не каждому нужно прокачать все 30. То есть примерно 10-15 позиций, а может быть 5 позиций вам нужно прокачать. Задача заключается в том, чтобы быстро понять, что подходит именно вам. А потом учиться, учиться и еще раз учиться. Как Задорнов в свое время пошутил, учиться, учиться и учиться это лучше, чем работать, работать и работать. Но, к сожалению, деловой человек должен и работать, и учиться. Я же, когда книжки читал, я из бизнесов не выходил. Я и занимался бизнесом, и лекции читал, и консультировал, и при этом читал книги. Надо совмещать. И вот здесь очень нам потребуется совет Черчилля. Самое главное в образовании это аппетит. Поэтому бон аппетит для каждого из вас, кто собирается стать номером один. Возникает вопрос, сколько учиться и как учиться. Тут у меня очень простая подсказка. Автор книги «Гений-аутсайдер» в свое время обозначил правила 10 тысяч часов. Он сказал, что если вы хотите чего-то достичь, вы должны этот навык прокачивать 10 тысяч часов. 10 тысяч часов звучит как абстракция. Я разделил это на 8 часов. И получилось у меня, что человек должен учиться за три с половиной года, 38 месяцев, 1200 дней. Без прерыва, без выходных. Каждый день по 8 часов. Это же какое нужно иметь силу воли. Это же какое нужно иметь настойчивость. Вы можете, конечно, учиться меньше. Или учиться, используя определенные трюки. Я сейчас про них покажу. Или наоборот учиться дольше. Но кто же учится дольше? Мы же все хотим быстрее стать номером один. Поэтому давайте посмотрим, как учиться. Я сразу же хочу сказать, что вот этот слайд, да что ж такое, вот этот слайд дорогого стоит. А поэтому нам его не показывают. Вот он. Вот этот слайд бы я на вашем месте сфотографировал. Я над этим слайдом долго работал. В этом слайде собраны все способы обучения самого себя. Самое главное подобрать тот, который подходит вам. Предположим, в 2011 году больше полгода я провел в разных аудиториях учебных. Мне нравилось учиться в аудиториях. Потом мне очень нравилось читать. В прошлом году я прочитал 553 книги. Но сейчас я понимаю, что самый лучший способ обучения для меня, это тогда, когда я встречаюсь с интересными людьми. Одна встреча с интересным человеком по факту заменяет мне массу прочитанных книг. Поэтому искренне рекомендую вам вот здесь вот найти тот способ обучения, который максимально подходит именно вам. Но, конечно, практика была и остается самым лучшим учителем. Давайте теперь кинем взгляд на коммуникационные навыки, которые нам нужно прокачать. Вот они перед нами. Естественно, у меня сейчас нет возможности каждой из этих навыков комментировать, но вы должны запомнить одну очень простую вещь. Современный мир это мир коммуникаций. И мы все с вами общаемся вживую, через имейл, через скайп, через мессенджеры. Но мы общаемся. И если вы не будете общаться с другими людьми, не вы когда-нибудь станете номером один. Навыки. Навыков больше. К сожалению, их 20. И я не знаю, какой навык подойдет вам, но вы 100% должны озадачиваться тем, чтобы пройти через этот чек-лист и выбрать те навыки, которые вам нужны. Кому-то очень важно быть пунктуальным, кому-то очень важно научиться говорить, кому-то очень важно научиться делать отчеты. Я не знаю, какая у вас ситуация. Вы лучше, чем я ее понимаете, поэтому вы подберете и не ошибетесь те навыки, которые вам нужно прокачать. Как я уже говорил, очень важно показывать результаты. В России результаты это либо доходы, которые ты заработал, либо экономия, которую ты бизнесу принес. Просто некоторые работают над, когда говорим, P&L, кто-то работает над доходами, кто-то работает над сокращением расходов. Но еще один маленький лайфхак. Находите, пожалуйста, время задавать себе следующий вопрос. Я на этот ответ, ну на этот вопрос, ищу ответ 29-30 декабря. Я сажусь и ищу ответ на вопрос, чем ты гордишься. И у меня уже на протяжении 10 лет есть сборник ответов. Каждый год я отвечаю на этот вопрос сам себе. И очень интересно посмотреть на себя в ретроспективе, чем ты гордишься. И мне иногда даже смотришь на себя там пятилетней, сетимилетней давности, думаешь, Господи, как несерьезно. Тогда это было круто, а сейчас это кажется несерьезно. Поэтому, если вы начнете это фиксировать с прошлого года, вы должны расти от результатов к результатам каждый год. Это очень интересное упражнение. Такой вопрос, чем ты гордишься, может тебе задать любой человек в разной ситуации. Ты приходишь на собеседование, тебе задают такой вопрос. Сейчас пошли такие кандидаты, что они могут тебе как работодателю задать такой вопрос. А чем вы гордитесь, когда ты ему задаешь вопрос, чем вы гордитесь? И в конце концов, давайте представим такую ситуацию. Мы с вами подросли, к нам на коленке заползает сын или внук, дочка или внучка, и говорят, папа, мама, дедушка, бабушка, а чем ты гордишься? Кто их знает, чему их сейчас в детских садах учат? Поэтому мы должны быть готовы к этому вопросу. Еще раз, чем вы гордитесь? Раз, два, три. Я выхожу на финишную прямую. Давайте еще раз посмотрим. Чтобы стать компанией номер один, вы должны работать в четырех направлениях. Вы должны работать над репутацией, над доходом, с клиентами и над сотрудниками. Кстати, я сразу же хочу сказать, что это все измеряется. По большому счету, если мы работаем над репутацией, вы можете использовать показатели узнаваемости, цитирующиеся и тональности. То есть, насколько хорошо или настолько плохо про вас говорят. Если мы хотим замерить доход, то понятно, что есть другие показатели, типа и беда. Но обороты и прибыль, я думаю, два достаточных показателя, с помощью которых мы справимся с пониманием того, мы как бы в плюсе или в минусе. НПС. Я рассказывал об этом полгода назад на первой конференции Bittrex24 идея, но я надеюсь, что вы слышали про эдитри волшебных буквы. Такое же хорошее слово из трех букв, как CRM. НПС – это очень важный показатель, который помогает вам замерить индекс лояльности ваших клиентов. И, соответственно, индекс лояльности ваших сотрудников замеряется с помощью показателя EmployeeNet Promoter Score. Это тоже очень простая технология. Чтобы сделать команду номер один, вы должны стать шефом номер один, поставить перед командой, перед бизнесом большую амбициозную волосатую цель и работать над тем, чтобы каждый сотрудник, который работает у вас, был сотрудником номер один. Чтобы стать номером один самому, нужно работать по этой простой достаточно схеме. Цель – аудит, план профессионального личного развития, результаты, и, соответственно, если вам это интересно, занимайтесь маркетингом самого себя. Меня часто спрашивают, Игорь, а есть ли какой-нибудь секрет? Можно ли как-нибудь там схитрить, срезать? Как добиться, может быть, успеха, можно попроще? Нет никакого секрета, надо просто много работать. Я так специально слово «работа» написал очень много, нужно много-много-много-много работать над собой. Я знаю, что презентация без котиков – это плохая презентация, поэтому я котика нашел. Прекрасный демотиватор. Я обещал в понедельник себя взять в руки наконец, и вот сегодня понедельник, и уже вся в своих руках. У нас же мероприятие… Не умею я работать с аудиторией, другой бы подождал пять минут, пока вы хлопаете, но смотрите, я могу сказать, что мы должны не забыть, что мероприятие называется «Битрикс-24 идеи», и у нас у каждого очень много идей. И мы сейчас думаем, ну, я это реализую в понедельник, потом в Новый год, в лучший день по фэншую, по гороскопу. То есть мы это откладываем надолго. Но мне кажется, что это нельзя откладывать надолго. Нужно просто брать и делать. Мы уже про это говорили. У меня есть несколько людей, от которых я фанатею. Один из таких людей немецкий предприниматель Клаус Кобьелл. Я настолько его люблю, что я не удержался, даже побывал у него в гостях. Он владелец немецкой гостиницы Шиндлерхофф. У него есть в одной из книг классная фраза. Я ее цитирую. Каждый человек время от времени выдушевляется. У одного выдушевления хватает на 30 минут, у другого на 30 дней. Он добиться чего-то в жизни удается только тому, у кого выдушевление хватает, ну или длится, у кого выдушевление длится 30 лет. Поэтому я очень надеюсь, что вы сможете зажечься, выдушевиться на то, чтобы стать номер один и сделать команду номер один или бизнес номер один. Я понимаю, что это сразу не происходит, поэтому я предлагаю вам несколько шагов. Во-первых, попробуйте прожить один день как номер один. Я здесь мотивирован, я подписан на очень много различных рассылок. Одна из них рассылка Сета Годин, известный американский специалист по маркетингу, и он однажды написал в своем блоге, что у нас в Америке есть Хэллоуин, в этот день мы всех пугаем, у нас в Америке есть Фэнс Гивен Дэй, в этот день мы всех благодарим, у нас в Америке есть Эйприл Дэй, в этот день мы всех дурачим. Но почему у нас в Америке нет ВАУ дня? Я подумал, клевая история, почему бы один день не прожить как ВАУ день, почему бы его не прожить как номер один. И я предлагаю вам сделать то, что сделал я. Я однажды поставил перед собой цель прожить один день рабочий и один день выходной так, чтобы мне просто было самому завидно, чтобы это был такой день, чтобы его хотелось повторить снова и снова. У меня есть такой эталонный рабочий день и эталонный выходной. Вот реально, когда мне хочется вот чего-то большего, я вспоминаю этот день и стараюсь выложиться так, как я выкладывался в этот день рабочий или отдохнуть так, как я отдыхал в этот выходной. Если у вас получится прожить один день как номер один, попробуйте замахнуться на одну неделю. У нас вышла книжка, которая называется «На пределе». Может быть, кто-то из вас ее читал. Ее написал известный норвежский мотивационный спикер, бывший спецназовец. Чтобы получить краповый берет спецназа, ему пришлось пройти такое испытание, оно называется «Хеллвик», «Адская неделя». Их забрасывают за 350 километров до цели, мороз, холод, голод, атаки противника, бессонница, но они идут к цели. Кто прошел, тот получает берет. И он когда дембельнулся, он сделал такую гражданскую версию вот этой «Хеллвик», «Адской недели», некую гражданскую адаптацию вот этой военной версии. И книга очень популярна и в Норвегии, и в Скандинавии, и в России. И у нас, когда вышла эта книжка, все издательство, тогда было 142 сотрудника у нас, все 142 сотрудника прошли «Адскую неделю». Все 142. За мной ходила пиар-менеджер и говорила, «Игорь, у нас все сотрудники прошли «Адскую неделю». Когда пройдете «Адскую неделю» вы? Вы мне статистику портите. Чтобы понимать, что такое «Адская неделя», ты каждое утро встаешь рано, ложишься рано, ты не смотришь телевизор, не ходишь в социальные сети, ты каждый день прокачиваешь у себя определенный навык, каждый день занимаешься спортом, здоровое питание. Ну то есть это прям вот такая реально издевательность над собой. Я говорю, «Вера, отстань от меня. У меня адская жизнь, не то что «Адская неделя». Я это все делаю». Она говорит, «Ну формально». Короче, я это сделал. Поэтому теперь у меня на компьютере есть вот такая наклейка, я прошел «Адскую неделю», я это сделал. Если вы сделаете так же, как и мы в мифе, эту «Адскую неделю», следующий эксперимент над собой – это привычка, которая формируется, как мы с вами знаем, за 21 день. Для того, чтобы сформировать привычку, я обычно делаю следующее. Когда мне нужно сформировать привычку, у меня есть вот такая резиночка, я ее одеваю на левую руку, потому что я помню, как я пытался научиться держать планку. Я каждый день держал планку сначала одну минуту. То есть я одевал планку, господи, одевал резиночку эту и держал планку каждый день по одной минуте в течение трех недель. Соответственно, потом две минуты, три минуты каждый день. Если я вдруг срывал цепочку, то есть, предположим, 14 дней продержал, а потом не продержал, я перевешивал слева руки на правую, и снова цепочка начиналась. Ну вот в позапрошлом году я продержал 7 минут планку. Мы с вами договорились, что мы не хлопаем. Продержал планку 7 минут, и я думаю, что во многом благодаря тому, что я сформировал у себя такую привычку. Если кто-то из вас следит за моим блогом, с 26 декабря я каждый день, но сейчас же я не читаю книжку в день, мне нужно придумать какой-то новый челлендж, я теперь каждый день отжимаюсь по 100 раз. Я признаюсь, но я про это скоро напишу, я перестал отжиматься и заменил это другими упражнениями, потому что я одел костюм, и он не застегнулся. То есть, реально такая вот спина стала. Это всего-то 100 отжиманий в день. Поэтому еще раз, привычка действительно формируется 21 день. Тут самое главное – не рвать цепь. Когда у вас получится вот эти 21 день продержаться, попробуйте замахнуться на 100-дневку. А вот 100-дневку я еще сам не проходил. 100-дневка – это интересное упражнение, которое придумал Армен Петросян. Я очень уважаю этого человека, в прошлом году с ним встречался, прям мудрец-мудрец. Что он говорит? За 100 дней можно трансформировать себя физически или ментально. То есть, все, что угодно сформировать. Там планку продержать 10 минут – да не вопрос. Или там отжаться-то 100 раз за раз – тоже не вопрос. За 100 дней можно сделать с собой такую трансформацию. Английский язык выучить – тоже не вопрос. Но просто этим нужно методически, долго, системно заниматься. 100 дней. Вы платите вступительный взнос, вступаете в группу и теперь можете в этих 100-дневках участвовать всю жизнь. То есть, заплатив один раз, можете участвовать в 100-дневках всю жизнь. У меня куча знакомых вступали в 100-дневку, пытались что-то сделать, ни у кого ничего не получается. Но они же стараются, ты уже становишься лучше после этого. Поэтому 100-дневку рекомендую. А когда получится 100-дневка, можешь замахнуться и на жизнь. А когда ты жизнь живешь, то нужно жить так, мне очень нравится эта цитата, я ее в оригинале покажу и перевод. Жить нужно так, чтобы друзья им гордились, а враги завидовали. Так давайте начнем так делать. Давайте начнем с того, с чего я начал свою презентацию. Мы с вами явно не дорабатываем. Поэтому, пожалуйста, посмотрите на список тех идей, которые у вас появились сегодня в течение дня, и сделайте хоть что-нибудь. Спасибо. На всякий случай, для ленивых. Ставьте на номер один. Будьте номером один. Всегда будьте номером один. И я, наверное, плохой мотивационный спикер, потому что закончу я вот этим слайдом. Если вы не номер один, вы ноль. Спасибо.